Ну что ж, я рад видеть, что многие из вас выжили. Этим утром у нас очень интересная тема, которая выходит из повседневной жизни вещей, в которые мы верим. Я часто слышу от людей довольно изящные дискуссии о принципах и идеалах, но многие из них все еще подвергают себя опасности. Они не могут отделаться от привычных шаблонов и традиционных бэкграундов, в чем мы все схожи в том или ином виде. Я полагаю, что настоящее поколение одно из самых сложнейших поколений за всю историю человечества. Сложное не только из-за стремительного развития различных сфер научного прогресса, но осложняется настоящей революцией против традиций. Большинство людей обвиняют традиции в сегодняшнем состоянии людей. Они чувствуют, что в каком-то роде нам было запрещено расти в очень ранние годы нашей культуры. Но на самом деле, многие традиции, которые выжили, имеют на то некоторые основательные факты, но факты не меняются легко или быстро. И наш общий традиционный бэкграунд по своей сути идеалистичен. Это значит, что определенный процент людей имеют строгие убеждения, по которому они живут или пытаются жить. Это не значит, что все нации были изобретены или имели уважение изначально. Из этого даже не следует, что все люди, когда-либо объединяющиеся в какое-либо конструктивное предприятие, минимально обладающие какой-либо ценностью, и эти ценности, особенно в то время, не всегда были всем приятны. Нам никогда не хочется пересматривать какие-то основы, по которым живут люди. Мы не верим в это даже больше, как в какое-то золотое правило, о котором говорим или пишем. Но когда оно приходит в конфликт с собственными интересами, мы забываем традиционные основы, которые являются основой нашей цивилизации. Любой большой учитель из прошлого преподносит нам традиционные основы. Они делали все, чтобы привлечь наше внимание к реальности этих ценностей. И большинство инстанций в чем-то слушают их. Во многих случаях они подвергались преследованиям. Но из всего этого выходила зелень, стремящаяся к идеалам, которая просто отказывалась умирать. И эти идеалы были основами, на которых современная жизнь была построена. Но целостность зачастую заканчивается страхом вместе с эгоизмом. Конец страха присутствует там, где мы становимся свободными настолько, насколько мы хотим этого. Мы желаем драться и отстаивать с отчаянием, чтобы получить физическую свободу. И многие люди, у которых получилось, согласятся с этим. Но эта персональная свобода не была подвергнута цензуре целостности. Мы чувствуем, что мы можем сделать все, что мы захотим, но мы не хотим узнавать или помещать эту систему желаний внутрь нас самих. Таким образом, сегодня мы сталкиваемся с очень сложной ситуацией, которая тревожит и пугает миллионы людей. Обращаясь к последней статистике, которую мы недавно получили, во всем мире популяция людей в этом году поднялась на 92 миллиона. Если смотреть в будущее, то данная ситуация является довольно тревожной. потому что каждый год, когда популяция только растет, жертвы должны быть сделаны в порядке, чтобы улучшить эту возрастающую популяцию. Каждый индивид должен работать немного усерднее, повышать поменьше, давать намного больше и быть намного терпеливее, чем он был раньше. Так же он наверняка найдет чем больше популяция, тем больше каждый индивид должен перестать сдаваться персональным амбициям. Если же он не будет, вся структура распадется. Все сегодня немного обеспокоены. Некоторые очень обеспокоены полнейшим разрушением нашей социальной системы, какой мы ее знаем, падением наших политических систем, беспомощностью наших экономических структур и продолжающуюся опасность жизни персонально каждого индивида. Из всего этого вытекает тревога и постоянно повышает негативный подход к некоторым обстоятельствам. На сегодняшний день возможно существует самый большой уровень тревог, чем когда-либо в истории. Наверное, частично из-за самого большого количества людей, которые были когда-либо в истории. Но процент беспокойства зарастает с каждым днем. Не проходит и дня, чтобы каждый индивид не столкнулся с лицом к лицу с настоящими доказательствами того, насколько система жизни ошибочна. Это нечто, что связывает нас с беспокойством. Но также надо осознать, что здесь происходят еще некоторые обстоятельства, проблемы, с которыми мы сталкиваемся и проблемы, причинами которых являемся мы. И как факт, это было вызвано нашими предками, и, скорее всего, оставим это нашим потомкам, это не меняет основного факта того, что человек является первопричиной своих же всех проблем. Пытаясь проработать эти ситуации, мы очень просто осознаем, что единственное лекарство от проблем, которые вызывает человек, прекращение вызывать человеком эти причины. Он в каком-то роде должен поменять свой подход к существованию. Конечно, первая мысль, что приходит на ум в таком случае, мы должны выбрать кого-то, кто решит эту проблему для нас. Мы должны назначить кого-то, чтобы думал за нас и иметь авторитетного человека, который помог бы людям видеть этот свет и в то же время, который соблюдал бы наши личные интересы. Они не должны быть нарушены. Итак, мы имеем сегодня огромное желание иметь некие героические персоналии. Нам бы хотелось видеть открытые небеса и сияющую вечность. И это очень нежелательно. У нас все еще есть много проблем в отношении того, как мы относимся к некоторым ситуациям. Отмечаю, что мы живем в дни громадной головной боли. И вопрос в том, что мы будем делать с этим. Будем ли мы иметь эти головные боли за дня в день каждый день всю нашу жизнь? И удивительно, что эти головные боли теперь находятся не только в наших головах. И эти боли, которые мы имеем у себя в головах, головные проблемы, которые нас беспокоят, как факт, являются аспектами общества. И наш боец уже, конечно, на пути к тому, чтобы быть больным. Если наш боец предрасположен, если бы вызывание болезни было бы нежелательным, то это не было бы деструктивно для человеческого существования. Тревога значит всего лишь возрастающую сложность. Теоретизирование всего вокруг, недоверие всем вокруг, и с точки зрения критики, это, по всей видимости, не ответ. Это доказывает то, что это ничего не решает и делает нас больными. Поэтому мы должны начать думать с точки зрения, как это работает, так, чтобы мы не были больны. Решение же проблемы лежит не только в наших страхах и тревогах, но в решениях, причин, приводящих к этим тревогам и страхам. Конечно, бессмысленно полагать, что остальная часть человечества согласится с какой-нибудь из этих тем, так как они сами пытаются переубедить других людей. Но если на секунду представить, что мы попробуем переубедить их, есть возможность, что они попробуют сделать это с нами. И так будет идти до бесконечности. Единственный путь, при котором мы можем перестать беспокоиться, аяться и ненавидеть, это наложить на нас некую дисциплину. Мы не можем предостеречь мир от тревог, но мы можем стать отделенными от беспокойств вместо этого. Мы можем обратить большее внимание на наши личные нужды. Это не значит эгоизм. Также это не значит, что мы не обращаем внимание на проблемы других людей. Также это не означает, что мы не делаем ничего такого, чтобы помочь другим с их же проблемами. Но это значит, что перед тем, как мы поможем другим людям, мы должны найти ответы на вопросы, как помочь нам самим. В действительности, просто поделиться своими проблемами ничего не значит. Также бесполезно искать какие-то новые тревоги во всем, что происходит вокруг нас. Итак, человек был одарен, способностью, которая, возможно, уникальна в мире нашей природы. Он обладает памятью, великолепно оснащен, что позволяет ему строить свои собственные решения, основываясь на воспоминаниях своей собственной жизни. История — это собирательная память, биография же — это индивидуальная память. Сужая биография — это также индивидуальное запоминание жизни, прожитой им. Итак, с нескольких фундаментальных и основанных опытов человеческой жизни, человеку было даровано оснащение оценить значения всех вещей и зацепиться за те, которые он считает хорошими. Для того, чтобы сделать эти вещи, он должен руководствоваться его мнением о безопасности. Каждый беспокоится о своей безопасности. Безопасность — это большая составляющая нашего времени. Это проблема, в которую мы все включены. Как же мы можем найти эту безопасность? Итак, это очевидно, что различные шаблоны, которые мы сейчас следуем, не приносят по-настоящему безопасности. Индивидуумы сегодня пытаются найти свою безопасность там, где ее попросту нету, где этой безопасности просто фактически не существует. Одна из основных проблем здесь — акцент на нашем богатстве. Многие люди все еще убеждены, что обладая достаточным количеством денег, они в безопасности. Конечно, многое зависит от того, что они делают с этими деньгами. Если они возьмут это в Лас-Вегас, то они не в безопасности. Также существует много инвестиций, которые соблазнительны и приводят к потере. Но по существу индивидуумы чувствуют, если он получит некий экономический статус, то будет в безопасности, и ему не о чем волноваться. Но факты против такого заключения. Я знаю достаточно богатых людей, и вы наверняка тоже знаете много таких, многие или больше, которые хорошо закрепились, кто беспокоится намного больше, чем кто-либо другой. Они беспокоятся, потому что их богатство разрушает их же детей, ломают их дома и делают их самих больными. Итак, физическая безопасность – это совершенно не ответ. Физическая безопасность хорошо, если это доступно, но как цель, как ответ на извечную проблему, она ошибочна. Во-первых, не существует места, где бы все были богаты. И до тех пор, пока уровни финансов варьируются, будут и конфликты. Таким образом, деньги не являются ответом на проблемы безопасности. Итак, следующая возможность должна была бы быть интеллект. Можем ли мы купить те или иные средства? Является ли это выходом из поставленной дилеммы? Может ли сознание разрешить эту проблему? Итак, сознание производило решения с самых древних времен. Но эти решения, конечно, интересные, очаровательные, привлекательные, а также могут полностью взять на себя жизнь человека. Но эти решения не являются решениями по сути. Ведь все человеческое мышление, которое мы имеем в мире на сегодняшнее время, когда не удавалось справиться с войнами, криминалом, либо бедностью. Сознание пытается найти ответы, но каждый ответ, который наше сознание находит, пытается применить, сталкивается лицом к лицу с обстоятельствами, которые сознание не может решить. Правда, это материя, которая для мозга интересна, привлекательна, увлекательна, но правда не может скорректировать уже существующие обстоятельства. Итак, сознание дало нам большую сферу науки, философии, тем, чтобы решать эти жизненные проблемы. Сознание сделало доступным науку, но наука ничего не решает. Наука дает нам некоторые лекарства от некоторых незначительных элементов, возможно, иногда и значительных элементов, но также протягивает к миру механизмы, которые позволяют и разрушить весь наш мир. Наука — это достаточно большой недостаток, и этот недостаток — это ошибка человечеизации в научной программе. Наука беспокоена знаниями, она использует ум с его группами для своих личных целей, но наука не обладает большим успехом. Другие сферы изучения искусств искажены, все элементы мыслительной деятельности испытывают проблемы. Философия в наше поколение практически не существует. Но то, что мы называем философией, это высокоинтеллектуальный материализм. Современная философия основана далеко не на идеалах, но на материальных институтах. Мы отправляем наших молодых людей в университеты, там они напрягают свои умы, возвращаются из университетов, и по прошествии нескольких лет они уже в беде. Даже пока они в школах, они могут подвергаться наркотикам, алкоголизму, другим влияниям. Поэтому образование может содержать в чистоте даже свой кампус. Поэтому возникают вопросы, каким образом они могут помочь в решении проблем человеческого существования. Каким образом индивидуумы смотрят во все направления, чтобы пытаться найти ответы на эти довязчивые проблемы. Что масса новых проблем, которые появляются от чего-то. Того, на что человек должен найти решение. Человек никогда не будет решать проблемы, которые он не смог бы решить. Но он может столкнуться с проблемами, которые он не будет решать. Потому что решения для него неудобны. Поэтому теперь мы можем двинуться к следующему вопросу в этой проблеме. Что здесь есть такого, за что индивидуум может зацепиться в этом огромном стрессе современной жизни? И самый первый натуральный ответ – это религия. Религия также – это очень серьезный недостаток. Религия представляется для нас с абстрактными добродетелями. Религия предоставляет нам концепт невидимой повседневной вселенной за нашим восприятием. Также религия популяризируется за счет того, что она не видна нам. И вся эта ситуация суммируется в одну простую мысль. И именно, религия работает с такими вещами, которые нам не увидеть. И таким образом, говоря о материализме, который работает с вещами, которые мы можем увидеть, совершенно понятно и ясно, что мы можем увидеть дом, который мы построили. Но невозможно фактически и на самом деле оценить природу духовного мира, в котором мы живем. Этот мир скрыт от нас, потому что мы не обладаем этими сверхъестественными восприятиями, нужными, чтобы сделать невидимую духовную повседневную жизнь видимой и ощутимой для нашего повседневной жизни. Эта место имеет все преимущества для материалиста. Что бы он ни делал, ты можешь это увидеть, он может это увидеть. Лаборатории производят эксперименты, поэтому, как факт, мы имеем постоянный рост, больше и больше фактов и доказательств. Но это значит, что тут присутствует конфликт между невидимыми принципами и видимыми устоями. И так долго, как этот конфликт будет существовать, индивид очень близко будет подвергаться влиянию материальных устоев общества, потому что он может видеть их, потому что они работают в его жизни и являются прямыми причинами его переживаний, где есть решения, принципы и идеалы. И оно является огромным недосмотром, потому что оно мгновенно не доказывает, не доказывает собой наше физическое присутствие. Очень легко становиться больше и больше зависимым от беспокойств и все меньше и меньше получать поддержки от принципов, которых мы фактически не можем увидеть, в результате чего мы имеем громадный рост материалистской культуры. В древние же времена человек искал ответы на вопросы и не находил ответы в обществе и окружающем его. Не было безопасности в его собственной пещере, как не было этой безопасности и у тех, кто был в пещерах вокруг него. Он был один, он пытался добиться этих раскрытия неизвестных фактов, и материал-уэрлд был как-то неизвестный мистер. Следовательно, так как он знал очень мало о физике Вселенной, у него все еще была возможность зацепиться за духовные убеждения своего племени. И как только он узнал больше и больше о материальном мире, он становился намного вовлеченнее. Это становилось испытанием, и мало-помалу внимание фокусировалось на физических обстоятельствах. и возможности захватить пещеру соседа и присоединить ее к своей, возможности захватить весь мир или отобрать у кого-то другого, кто захватил его уже. Все эти вещи, пещеры и люди, знания о материальных вещах возросли. И мало-помалу религия была, мы скажем так, трансформирована из обычной надежды мало-помалу форму или воплощение пространства или пропорции, которые человек может получить опытным путем с помощью чувств присутствия. Он не может понять магическую вселенную, которая является символом божественной силы. Таким образом, чтобы сделать эти невидимые принципы в каком-то роде ощутимыми, они начали создавать видимые символы невидимой правды. невидимые принципы символом этих принципов. Личность не может даже на секунду испытать божественного присутствия. он чувствовал что-то, когда он вступил к кафедру. Он обнаружил себя в центре огромной красоты, огромной высоты концептов и сознания. Он находит себя окруженным символами святой жизни и святого мышления. И постепенно эти символы придут к его ногам. Он начнет понимать, что принятие невидимого символов это проекция того, что они себе представляют. И так постепенно религия получает воплощение. Она берет на себя формы и пропорции мира, в котором функционируют. Один великий философ прошлого сказал, есть только один Бог, но Ему поклоняются 72 имени. Потому что люди начинают верить, что каждое имя предоставляет разнообразные убеждения, но разница лишь в языках и грамматике. религия. Но фактически один и тот же идеальный абстрактный концепт высшего титула был представлен во всех религиях. И здесь важно, что постепенно мир был заполнен пристанищами веры. Некоторые все еще стоят, некоторые уже разрушены, еще больше будут построены. Опять и опять определенный тип человека будет возвышать силу поклонения, поддерживая дома своих достоинств. Мы держим работу многих людей, соборов, церквей, храмов. Емолк, сам у нас есть интересный феномен. Человек пытается делать невидимые вещи видимыми и делает это до какой-то степени. Но эта степень представляет собой еще одну сложность. Все эти разнообразные институты, которые человек придумывает для разных целей внутреннего переживания возвышенности Бога, постепенно начинают втягиваться в некоторые теологические осложнения. И эти осложнения пытаются стандартизировать человеческие верования, чтобы ослабить их и принять некоторые догмы или условия, несмотря на свои собственные внутренние установки или концепции. Постепенно, следовательно, религия превращается в науку о религии. Такие индивиды обычно слишком самоуверенны. Они служат своим догматическим убеждениям. Они служат определенным отношениям. Они содержат определенные убеждения, как неизбежным и абсолютным. И постепенно это спускается ко времени, когда вся вселенная поменяется, как они говорят, религиозный бунт, который положит конец средневековому миру. И после реформации возвышение религии начнет ломаться. Все больше и больше людей религиозных вернутся к существованию. И поэтому другие должны прогибаться под них. Таким образом это двигается и потом что-то другое приходит. То, что мы называем годы просвещения, возраст человечества. Уже тогда постепенно становилось понятно, общество отвергает догмы религии и теологии и следовательно жаждет освободить себя от произвольных доктрин, которые поддерживались лишь благодаря теологическим институтам. Эти доктрины постепенно пришли к конфликту с человеческими интересами и позициями. Как результат этого конфликта в итоге мы обнаруживаем подъем науки и определенного развития основного противостояния между наукой и религией во всех ее формах. Эти перемены меняются от индивидуума к индивидууму. В 20-м столетии в итоге индивидуум находится без каких-либо прочных психологических, религиозных, духовных или даже научных поддержек. Приходя в мир, он чувствует доминирование над собой тысячами людей со своими собственными идеями, которые не могут сравниться с идеями никаких других людей. Следовательный институт объединения, который построен на то, чтобы построить что-то. Каждый индивидуум находится под давлением вот этого общего для всех различия. Каждый пытается делать свое дело по-своему. И очень часто другие люди пытаются делать свои вещи. Итак, мы оказались тут в последних годах 20-го столетия, и мы оказались тут практически без какого-либо твердого основания в чем-либо. Мы постоянно ищем какие-то различные объединения, и что стало понятным за долгое время, наука не знает решения проблемы спасения человечества. Если было бы возможно продлить время жизни человека, как многие надеются, то, что выйдет этот человек проживет немного больше годов несчастным, потому что это не даст ему никакой хорошей причины для жизни, которая у него есть уже. И это не сделает его жизнь здесь нужной, счастливой и конструктивной. Это поможет ему лишь выжить физически, но не сделает ничего, чтобы сделать это выживание важным для него, сделать это выживание полезным для кого-то вокруг. Одна лишь идея, что его потомки будут помнить его, это тщеславие в чистом виде. Это также, как бы если мы не находились в каком-то опасном листе, какими-то регалиями наших настоящих предков. Это все проблема перетекания на поверхность неразгаданной тайны. И в этом положении многие личности попросту сдаются. они больше не видят никакой причины совершенно ни для чего. Пока внутри себя они не обнаружат способности для решения проблем для буквально всего. Но благодаря традиционным взглядам из-за свободного плавания нашей программы образования, коррупции нашей экономики и политических структур, индивид больше не имеет никакой поддержки, чтобы попробовать усовершенствовать себя. он чувствует, что единственное, что он может улучшить, пойдя против системы, это закончить свои дни безработным. Он не находит никакого решения для нужд своей собственной внутренней жизни. Есть вещи, которые бы он хотел бы сделать, но когда он фактически получает возможность жить по убеждениям, на которые он претендует, эти убеждения просто разваливаются. Он говорит, что он жил бы лучше при некоторых обстоятельствах, но прямо сейчас никогда не было таких обстоятельств официально, при которых он жил бы хорошо. Он думает, что ему нужно. Он думает, что если его переживания уйдут из него, то он будет счастлив. Поэтому он пытается убрать некоторых из них. Теперь он беспокоится из-за того, что ему не о чем беспокоиться, и это пугает его. Думает, что он должен чувствовать как-то что-то, если он осознает серьезность ситуации. Все проблемы такого типа, что-то типа такого напускания на людей, они же на самом деле не готовы просто решать их. У них нет никакой подготовки к этому. Их образование фактически пригодно только для поддержания жизни, для того, чтобы делать жизнь. На самом деле нам нужна полная встряска системы. Но когда мы говорим об этой тряске, мы думаем об анархии. Мы думаем о наступлении какого-то деспотизма, разрушающего нашу свободу и подводящего нас к некому нарушению дисциплины в каком-то роде. Но потом мы осознаем, что это промотивировано и материальными амбициями тоже. Мы не находимся в том положении, в котором можем решить большинство ситуаций. Одна вещь, которую мы должны научиться делать, и это принять эту сложность такой, какая она есть. Должны перестать драматизироваться и вдаваться в эмоции. Вы просто должны сказать это то, как есть. Это то, как это происходит. И все вероятности в основном так и останутся такими на какое-то время. Может быть, даже останутся в такой виде до того, пока мы живем на земле. В жизни в основном мы рождаемся с этой путаницей, и мы боремся с ней в течение всего периода ее воплощения. Но мы собираемся оставить эту путаницу за собой, когда мы решимся пойти. Мы не сможем поменять все эти вещи в один момент. Неважно, насколько усердно мы пробуем, все имеем какие-то общие проблемы, но решения это постепенно выработать где-то в нас самих объяснение, что же это такое запутаница. И причиной этому является, если объяснение будет достаточно сильным, позволит нам без причины жить хорошо, и в то же время будет иметь сильные жизненные реализации духовных ценностей. Это звучит как довольно сложная вещь. Но в конце концов, весь наш мир, в котором мы живем, всего лишь переживание природных явлений. И здесь мир, в котором мы находимся, кое-что все в нем подчиняется каким-то законам, либо же не подчиняется. Все каталогизировано, классифицировано и контролируемо. Пока мы не можем в какой-то момент, возможно, видеть руку Бога в том, что происходит, но мы знаем, что законы Вселенной пересматриваемы. Мы также знаем, что в природе есть принципы, которые не нуждаются в каких-то доказательствах, что система Вселенной вообще существует. И при таких системах существуют некоторые значения, сознание, реальность, чтобы вывести все человеческие сложности, а также, чтобы превзойти человеческие намерения разрушить всю систему на части. эта система не может быть разрушена человеком. Эта проблема более-менее чувствовалась с тех пор, как мы чувствуем вообще. Поэтому мы можем говорить, мы в беспорядке. Почему? Как мы сможем выбраться из этого беспорядка? Как мы будем достигать наши цели, которые нам нужны? Собираемся ли мы достигнуть их, становясь полностью разрушенными алкоголиками? Получим ли мы какие-то ответы, принимая наркотики? А тем ли мы сделать этот мир лучше для нас самих и для людей вокруг, просто гуляя в каких-то дебрях и игнорируя весь мир за нами? Жмем ли мы исполнить нашу судьбу, просто исполняя святые указания, либо исчезая не повинуясь религии? Жмем ли мы фактически что-то сделать, гуляя туда-сюда по улице и обвиняя других людей в чем-то? Что у нас есть, это наши претензии, но никто из них фактически не делает ничего для того, чтобы решить эти проблемы нашей жизни. Сегодня у нас есть больше групп, которые имеют более оптимистичные отношения с другими, которые постоянно показываются, которые постоянно возражают, и все еще ничего не приходит, кроме головной боли. Почему? Потому что это не ответ, потому что это не то, как мы предназначены это делать. А дальше мы приходим к фактам и осознаем, что на необходимые вопросы мы найдем ответы. В тот момент, когда мы понимаем, что мы принимаем этот ответ, мы осознаем все, что у нас было, оно стоило того, чтобы быть. И это единственный путь, по которому природа может научить свое своенравное создание. Это единственный способ, которым природа сможет принести своим детям что-то, дать им реализовать свою любовь и мудрость. Это позволит детям попасть в проблемы, которые они не смогут решить. Дать понять одним чувством для всех, что они не смогут разрешить проблемы, которые больше, чем они все. И таким образом начинается некий обман в нашем сознании, в котором мы пытаемся построить некую основу, не итоговое решение, но некоторую основу, на которой мы сможем спокойно жить на протяжении дней нашей жизни, непоколебимое состояние принятие. Не принятие в том смысле, в котором оно есть, но принятие как необходимость, когда человек проходит через определенные опыты возрастить свое невежество. Индивиды, следовательно, могут достигнуть цели, при которой они могут жить от дня ко дню, обожревая, реагируя, думая, чувствуя, учась всему, чему он только может, чтобы понять причины, ситуацию, в которой он оказался сейчас. И если он обнаруживается больше и больше о причинах, по которым оказался тут, он постепенно будет освобождаться от этой сознательной и эмоциональной путаницы, от своей бесполезности, от этих взглядов, что все вокруг неправильно, что ничего нет, никаких решений, и что он рожден лишь для того, чтобы пострадать и умереть. Ему даже не надо иметь эти негативные мысли. То, что он должен сделать вместо того, чтобы сдаться и отчаяться, это принять испытание личного изменения. Он должен сделать некие изменения в самом себе. Он будет выводить свою энергию постепенно из отчаяния и умения и фокусировать ее на понимании жизни, мнение понимания из того, какой она должна быть и какая она есть. И они такой, какой она будет, несмотря на то, что человек сделает. Если мы сможем пройти через понимание этого, следовательно, мы дисциплинированы. И человек перестанет поощрять исправление своих собственных ошибок, станет делать такие же другие ошибки, потому что у него появится больше энергии для того, чтобы делать новые решения. Очень много работы нужно сделать в нашем мире. Существует большая нужда не единого усилия, но почти всегда уныние, пессимизм, все эти негативные взгляды истощают ресурсы человека. Когда в своем уме человек чувствует бесполезность, он будет находить ее везде просто. Он будет находить больше и больше этой бесполезности во всем, что бы он ни делал. И он начнет поощрять в себе такие мысли, что этот мир не имеет никакой ценности. И если он будет достаточно подавлен, то он даже может совершить самоубийство. Но со всем этим созерцанием и отрицанием ничего все еще не сделано, помимо расшатывания уверований человека в существовании. Если брать этот взгляд за основу чего-то, что нужно сделать, как некую другую сферу деятельности, индивидуум должен начать пытаться наблюдать за тем, по каким же законам работает вселенная в различных проявлениях его жизни. Он должен начать видеть причины появления вещей, так как теперь он видит причины своего несчастья. Он должен начать понимать то, что он живет в мире, в котором правят законы, и то, что он должен соблюдать их. Итак, на каком-то уровне он станет немножечко умнее, но на данный момент полностью он не улучшен. Одна из всех, которые, как мы думаем, мы немножечко стали умнее, это питание. Мы наконец-то обнаружили, что мы не должны постоянно, не то, что нам нужно это знать, так сказать, ломать правила, а именно это питание является очень важным фактором жизни, который не может быть проигнорирован, что индивидуи желают иметь лучшее здоровье, упуская из вида свое внимание на изучение того, как иметь это лучшее здоровье. Он должен начать изучать эту проблему питания для себя, он должен обнаружить свои собственные ошибки, из-за своего аппетита, он должен открыть для себя, почему он не может делать просто то, что ему приятно, и в то же время повышать здоровье своего тела. Таким образом, мы продолжаем сталкиваться лицом к лицу с фактами и постепенно сталкиваемся с более-менее сознательным разумом. Итак, мыслительная жизнь также нуждается в потребительном обучении. Что мы принимаем в наш ум сталкивается с нашими проблемами потребления. Если мы неправильно подумаем, мы сразу же почувствуем себя плохо как ментально так и физически, как если бы мы ели пищу, которая шла бы вразрез с нашими желаниями. Любой индивид может быть аллергиком к некоторым мировоззрениям, и все мы, больше или меньше, являемся аллергиками к негативному мышлению. Это никогда не поможет ему и почти всегда навредит ему, но это не значит, что он не переживет это. Он может иметь эти отрицательные мыслить всю свою жизнь, но на самом деле он просто расширяет этот период разочарования, разочарования и невзгоды для себя же. Следовательно, вот это потребление это довольно фактическая вещь. Индивид обладает мыслительной жизнью, которая нуждается в дисциплине, а также должна являться объектом для закона потребительного мышления. Эти законы каждый день нарушаются, сидя перед телевизором, способствуют разнообразным активностям ежедневным, которые он рассматривает как основные положения. Он впитывает постоянный поток плохой пищи. Он вбирает в себе какую-то нерегулируемую пищу, но в большинстве случаев это безнадежные яды. И они работают как ментально, так и физически. Если он вбирает в себя загрязненную ментальную еду, то его организм заболевает. И большинство основных положений в нашем сообществе сейчас приводят к проблеме загрязненного мышления. Но, во-первых, он не должен избирать в себе все это. Он, может быть, и живет в средних веках, но это не значит, что ему нужно быть загрязненным. нет нет ни одного такого закона, который говорил бы, что это было бы нужно и неизбежно или же непрорабатываемо, что индивид должен становиться алкоголиком. Нет ни одной причины, дайной небесами либо землей, почему алкоголик должен водить машину в алкоголем опьянении. Это вещи, которые мы сами делаем, и все наши переживания просто бесполезны и никуда не годны, так же, как и остальные привычки. У нас нет ни одного закона, который бы говорил, что мы должны бояться. существуют как неизбежная нужда. Следовательно, мы не можем возмущаться или же отвергать противоположное, когда оно происходит. Но все из этих отношений получают какие-то уроки. У всех есть что-то, чему научиться. Мы зависим не только от семьи, которые дали нам ценные знания, но и наши дети завязаны на нас, на неизбежной правде. Все эти вещи есть общие, необходимые вещи в этой жизни. Мы можем отказаться от них, мы можем позволить предубеждения, критицизм и осуждение, чтобы разрушить все целостности наших отношений. Но это не потому, что это требуется. Это потому, что мы сами выбрали сделать это. У каждого из нас есть собственные отговорки в каком-то виде, но мы никогда не простим человека, который поступает так. Наши ровесники не делают те вещи, которые мы ожидаем от них, поэтому мы не захотим разговаривать с ними снова. И это все основывается на наших собственных ситуациях. Ни одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в нашей личной жизни, не может остаться полностью неизменной, если мы захотим изменить их. Также существуют ответственности, за которые мы не можем распоряжаться, но в наших руках превратить их в наши возможности. Мы можем сделать все, что мы хотим с проблемами сегодняшнего дня, если мы поместим внутрь нас самих некую сетку измерения, линейку, в том смысле, чтобы можно было измерить те вещи, которые произошли в этот день. Одна из ситуаций, с которой нам приходится сталкиваться в сегодняшний день, это безработица и все, что приводит к этому. Нам иногда приходится отказываться от многих предметов роскоши, которые мы считаем незаменимыми. Многие люди даже не могут отпустить их без полного распада себя. И те же личности, когда они проходят через это, должны бросить все и делать не что иное, как принять. Все в жизни может быть понято, переоценено и приспособлено к если мы действительно хотим сделать это усилие. Вследствие чего, если мы настоящие бойцы, а многие такими сейчас и являются, мы должны взять наши беспокойства и посмотреть, что мы можем сделать с ними. Посмотреть, как мы можем поменять наше собственное мышление или же наше отношение к нему и осознать то, что проблема это испытание, а не катастрофа. И поэтому мы всегда можем найти решение к проблемам. В момент, когда мы встречаемся с проблемой, которую мы не можем решить. Это очень образовательный процесс сам по себе. Этот факт, что мы не можем решить каких-то обычных человеческих проблем, может быть хорошим доказательством того, что мы не безошибочны, что является бескураживающим довольно открытием. Потому что мы желаем предполагать, что все, что необходимо, мы знаем уже. И все, что мы должны делать, мы делаем. И внезапно мы просыпаемся и обнаруживаем, что мы ничего не достигли с этой нашей ошибочностью. И это может быть одним из самых главных уроков, которые нам в жизни преподается. И это внезапно дает нам возможность осознать то, что то, что мы предполагаем доказательством нашей мудрости, возможно, является просто давлением, определяющим то, что мы собираемся сделать. Итак, мы можем начать разбираться, например, что наши советы не всегда уж такие уж хорошие. И если они такие, то почему? Потому ли это, что у нас нет просто возможности учиться? Из-за того ли это, что наша жизнь просто так устроена, что мы раздаем советы, основанные только на нашем собственном опыте? Что за причина, почему наши советы такие беспомощные? Наши советы обычно ничего не стоят только лишь потому, что мы не учимся уроком, который дает нам жизнь, который сделали бы наши советы существенными. Индивиды, которые страдали больше и прошли через это, могут по-настоящему дать совет. Индивиды, которые страдали меньше и всю жизнь жалели себя, имеют мало чем поспособствовать человеческим проблемам. Интеграция с самим собой. И это внедрение начинается с одного простого убеждения, что вся Вселенная правильная, что все происходит, потому что все должно случаться. И оно должно случаться, потому что закон имеет эффект, он невидим. Закон — это не то, что наказывает тебя несправедливо, или не то, что отбирает от вас вещи, которые вы заслужили. Законы оказывают эффект, который напоминает вам, что все в жизни стоит чего-то. И ты должен заслужить это. Ты должен заработать это счастье. Ты должен заработать безопасность. Не в плане какого рода бизнеса, но в плане внутреннего принятия ценностей. все мы пришли в этот мир буквально нисчем. Мы живем недолго, в течение какого-то времени, если нам повезет, и потом мы покидаем этот мир. Мы покидаем его буквально без всего, исключая то, что мы выработали нашим собственным сознанием. И если что-то и выживает, то это, наверное, душа. И то только, если вы работаете над внутренним миром, если понимаете, что у вас внутри. Все остальные вещи бесполезны. Если мы умираем с разбитым сердцем, потому что мы не можем наше здоровье забрать с собой, мы действительно в довольно непроницаемом состоянии. А если мы оставляем нашим потомкам великое богатство, то мы приносим большой вред. Таким образом, природа в своем самом спокойном проявлении может дать нам безопасность, которая нам нужна. Давайте посмотрим вокруг нас, на секундочку, или на других людей. Пытаемся увидеть последствия наших отношений. Пытаемся увидеть, кто же среди людей, которых мы знаем, возможно, является самым счастливым. Если мы знаем одного индивида, двух или может быть трех, которые не имеют такой хорошей жизни или жизненного опыта, но все еще сильны в своих убеждениях, кто все еще может подняться против всех этих жизненных ситуаций непредсказуемых. Что имеются эти люди, чего не имеем мы? И в общем, мы находим то, что существует некая склонность, основанная на конструктивных реакциях на обстоятельства. Это не те люди, которые никогда не страдали, но люди, которые страдали за настоящую силу, незавременно. Также можно обнаружить, что большинство людей, которые счастливы в этой жизни, довольствуются малым. Они милеют вещи, которые они делают с наслаждением, с великим покоем, со спокойствием, с пониманием, с благодарностью. Эти люди благодарны даже за маленькое милосердие. Мы же неблагодарны даже за большие поплы. Поэтому наши жизни совершенно не такие, как их пусто годы. Мы можем найти в этом мире много прекрасных людей, чьи убеждения совершенно не лучше, чем наши собственные, но чьи претензии заметно лучше. И это дает нам убеждение, что наши убеждения также могут быть лучше. Мы не рождены пессимистами. Нам приходится учиться быть пессимистами. Мы должны постепенно отстранять наши жизни от нашей жизни, от всего хорошего. И почти всегда мы обвиняем кого-то в нашей трагедии. Потому что очень мало людей могут действительно обвинить себя во вредительстве собственной жизни. Так из небольших размышлений выходит возможность человеку выработать некую стабильность в момент такого стресса, который так или иначе заботит всех нас. И мы обнаружим, что отсутствие любых изменений никогда не создаст для нас никакой стабильности. Мы можем двинуться в дом поменьше, и это может помочь. Также мы можем переехать в дом побольше, что удовлетворит какие-то наши амбиции, иметь больше возможностей, чем мы можем получить. Мы можем делать любые вещи в физическом плане, пытаясь найти этот мир, который все ищут. Но он все так же будет иллюзорен, потому что все, что обладает физическими свойствами, постоянно меняется. Единственное, что не меняется в этом случае, это человек и его душа. И это то, чему нужно научиться, и нужно реализоваться в этом проявлении, и он должен служить в полноте своего сердца и разума. Итак, если в итоге вы решите разобраться с этим, начать это взращивание конструктивной жизни и мышления, тогда ум должен быть беспокоен чем-то, что не мирно. Итак, сейчас много вещей появились и стали людям довольно полезными для изучения их эмоциональной жизни, являясь тем самым довольно большим корректирующим фактором. Чтобы забыть наши общие желания, пожелания, нужды, помочь менее удачным людям, чем мы сами, имеет одну большую добродетель, что забирает наш ум из нас самих. И индивид, который забирает свой ум только в себе, находится в еще большей опасности. Таким образом, присутствуют много конструктивных претензий, с помощью которых индивид может начать обучать свою жизнь. Для большинства людей образование их жизни будет вовлечен и должен быть вовлечен в некоторые религиозные толки. Итак, религия — это довольно личная вещь. Итак, религия — это отношение между индивидом и божественной силой, которая стоит за ним. Когда она рассматривается в таком плане, ее называют мистицизм. Мистицизм является убеждение, немедленные возможности прямого контакта и с божественным. Это не требует никаких посредников. Также не требуется разрушение никаких традиционных концепций или традиций других людей. Это имеет значение через натуральное выражение внутренней целостности. Индивид вталяется в основу себя и получает добродетель и обновление от этой силы, которая лежит в корне любой природы. Это, конечно, значит, то, что приход в сознание имеет огромное значение. Индивид, который постоянно обучает свои мысли с негативными отношениями, никогда не будет в этой обыденности. Но покой, который, конечно, всегда являлся основным религиозным концептом, который мы называем смирением, который включается в себя друзей и некоторое другое окружение. Это смирение является выражением позиции «Будь спокоен, ведь я твой Бог». В понятиях беспокойства смирение помогает. Спокойство — это, конечно, не избежание беспокойства. Это внутренняя реализация, что существует что-то намного лучше, намного ценнее, намного полезнее, намного выгоднее, чем беспокойство. И эти беспокойства забирают нас самих от себя, от нашей внутренней жизни. И весь критицизм, и осуждение, и раздражение, не важно, насколько мы верим, чтобы иметь возможность заслужить это, это просто вырезает все наши внутренние переживания. Чем больше мы решаем какие-то наши внешние проблемы, то меньше времени и энергии у нас остается для реализации нашей внутренней силы. Итак, одна из самых простых вещей, которые человек может попробовать, если он так считает, взять в руки свои интересы и сделать паузу в этом шаблоне своих переживаний и волнений, делая вещи, которые, возможно, не так важны физически, но довольно важны для того, чтобы реализовать свое сознание внутри, учение искусств и ремесел, опыт создания что-то своими собственными руками. Это имеет довольно большое значение на человека, чей мозг постоянно находится в опасности. Любой индивид не может просто взять и разделить свою энергию напополам, одновременно на две равные части. Следовательно, если ты не можешь сделать ничего, когда время очень давит, просто нужно сидеть тихо и спокойно. Все, что угодно, чтобы потерять, обесточить, разделить человека от негативного мышления. Это поможет сохранить ваш ум для чего-то другого. Это действительно помогает. Поэзия — это довольно хорошая вещь и является большой помощью здесь. Очень хорошо помогает докторляющая литература. Совершенно не нужно обучение какого-то высокого уровня о Вселенной и так далее, но просто интеллектуальное спокойствие. Поэмы достигают самого центра всех вещей, проблем и так далее. Они приносят интеллектуальные сообщения для каждого человека по кусочкам. Но что бы это ни было, постепенно обучайте свой ум и обучайтесь для того, что вы можете сказать, «Я могу видеть хорошее в вещах». Я хочу, чтобы вы содержали прогресс. Видение хорошего в вещах, мы не хотим, чтобы мозг замечал хорошее в вещах, в которых этого никогда не было. Мы не хотим, чтобы мозг возвращался к своим старым привычкам, чтобы видеть хорошие вещи по обычным причинам. Это осознавать, что опыт имеет значение. Из вещей, которые происходят, мы растем. И неудача никак не влияет на нас, но лишь испытывает наши ресурсы. Чтобы принять испытания роста, мы должны избежать тенденции, попыток избежать роста в экономические значения, либо путешествиями, или изменениями, которые не имеют направлений, в отличие от фактов. Итак, если вы сможете добиться некого спокойствия вопреки вашей собственной природе, вы сможете начать переобучать себя. Это может занять какое-то время, так как вы не сможете переобучить себя полностью всему за раз, так как вам придется переобучать свой программ на протяжении нескольких поколений. Ваши семьи были сделаны из беспокойств. Каждый борется за что-то, что он не может получить или потерять впоследствии. Или, как это обычно случается, просто больше не захочет иметь это. Это вещи, с которыми вам придется работать всю свою жизнь. В детях, в образовании, в свадьбе, в отношениях, в жизни, в делах и так далее. Мы были обучены беспокойству нашим чувствам раздражения. Мы были обучены быть критичными. Мы были обучены больше не любить, чем принимать что-то, как основные валюты нашего существования. Мы обеспокоены изменениями, как какой-то катастрофой, хотя неизменение может быть самой большой катастрофой для всех. Итак, с этим концептом, который работает внутри нас, мы должны попробовать выработать какую-то некую безопасность, и это довольно перспективное отношение с жизнью. Все последнее, что случалось за последние 50 лет, вызывало только раздражение. Самое лучшее, что можно сделать, это сделать глубокий вздох, расслабиться и успокоиться. Вместо того, чтобы отвечать в ответ, начинать какие-то дискуссии, можно закончить раздражением дома. Просто ничего не говори. Очень спокойно разрешает умирать без добавления чего-либо. Пробуя, чтобы соль никогда не попадала на открытые раны. Никогда не пробуйте аргументировать к прошлому, либо к чему-то лучше, чем вы. Это то, как создаются войны. Люди начинают спорить друг с другом. Нации начинают спорить друг с другом. Один считает, что его идея лучше, чем идея другого, и он прав, а этот нет. Итак, без сомнений, будьте спокоены. И пребывая в этом состоянии покоя, в состоянии покоя сохраняется полная отстраненность. Постарайтесь понять, что действительно что значит, что действительно отключено в нашу насущую проблему. Кто прав? Кто виноват? Какие значения у этих ценностей? Мало по малому, если вы будете так поступать, то вещи начнут символизировать ценности. вместо символов закона. И постепенно индивидуумы могут многому научиться этим спокойным восприятием жизни. Теперь люди могут наблюдать эти последствия, которые приходят к людям, которые не контролируют свою жизнь. Они могут заметить, как другой аргумент привозит к новой трагедии. Он может видеть, как люди обходят друг друга по мелочам. И почему дети покидают дома и попадают в неприятности, и, возможно, рушат свои жизни. Итак, каждая личность думает по-своему, что кто-то другой неправ. И это неблагодарные дети. Это дети, которые не принимают цену безопасности. И человек спрашивает, какую безопасность я даю людям. Даю ли я им три обеда, отсылаю в школу и отвожу их? Даю ли я им какую-то моральную или философскую информацию? Либо я просто делаю вещи, которые они не ожидают, что я сделаю? Либо же, если они ошибутся в чем-то, и я накажу их за это? Есть ли что-то в моих отношениях для этих детей, что вдохновило бы их найти в себе эти большие ценности? Даю ли я им эти духовные основы целостности? Доказываю ли я это на своем собственном примере, что моя безопасность была основана на целостности? Если бы большинство из этих вещей удавалось бы, простой факт того, что мы поставляем им все мои ценности жизни физически, все так же бы оставлял нас с огроменной чрезвычайной ответственностью. И это правдиво почти для всего в жизни. Мы преподносим людям какие-то вещи, но мы не помогаем им осознавать, как ими пользоваться, основы этих вещей. Сегодня мы ищем, иногда, даже не в прошлом, какие-то лучшие религиозные ценности. Прямо вокруг нас мы находим различные группы людей, которые начинают возвращаться к вере. Некоторые из этих стран, где религия находится в опасности, частично в опасности, их верование сами по себе это чрезвычайный фактор. Даже если политически в этих странах не разрешаются религиозные ценности, они не могут быть запрещены в жизни индивида внутренней жизни, духовной. Нет никакого указа или запрета, который мог восстановить индивида от возможности иметь какие-то свои внутренние принятия этой реальности. Так же, как и обменами с другими людьми. Если человек пытается проповедовать, он может оказаться в тюрьме или даже в лучшей ситуации. Но нет в мире ни одной причины, никакой силы, которая бы останавливала бы индивида от жизни на уровне персональных ценностей. Он не может делать какие-то неприятные для него вещи, но он может делать их с пониманием зачем. И без какого-либо преследования или других разных сложностей он повышает свою силу стоять против всего этого проблем, которые он встретил раньше, пересмотренными и переобдуманными. Таким образом мы знаем, что это работает. Еще одна вещь, которая очень важна в таких проблемах, это взрастить некий тип регулярного религиозного отношения к жизни. И в большинстве случаев это относится к произведению церквей. Потому что индивиду должен присоединиться к церкви и к каким-то таким сервисам или присоединиться к воскресной школе. Но опять-таки это всего лишь физическое решение таинственной проблемы. Я думаю, каждый прихожанин церкви должен хорошо подумать, как он живет 6 дней недели, не посещая церковь. Вот в чем проблема. Возможно ли достичь какого-то высокого уровня какой-то духовной целостности в повседневной жизни? Возможно ли жить каждый день его жизни по каким-то принципам, которые бы он получил из своей религии? Становится ли он примером для своей семьи? Делает ли он какие-то вещи, которые бы подтвердили искренность его религиозных убеждений? Обязательства обычно выражаются в пожертвовании или же в привлечении внимания публики, но этого недостаточно. Существует какое-то единство, это индивидуальные, личные, внутренние взгляды на божественные принципы. Неудивительно, что большинство наших современных религиозных принципов не поддаются никакой тренировке, что лишь подтверждает настоящие объекты религии. Многие религии просто говорят, что мы должны бояться Бога или же мы должны любить Бога. Но оба этих взгляда совершенно абсолютно абстрактны. Они невероятно схожи для понимания. То, что мы все должны понять, каждый день это религия. Каждая настоящая религия, настоящего вероисповедания. Это определенный способ поведения. И это способ вести себя связанной с вероучением, и такая ситуация не в порядке. Следовательно, религия во всех своих проявлениях это иметь конструктивное отношение с жизнью. Итак, религия – это сила индивида увидеть Бога или добро в каждодневном существовании. Это необходимо для людей, которые полностью религиозны, становиться очень благодарными для привилегий, которые предоставила жизнь. Правильная ответственность, которая является его. Религия – это лучше вероятность, acceptance и service того, что не должно быть превосходящим. Поэтому благодарность за божественные привилегии намного более важны, чем суета вокруг человеческого появления. Мы здесь только из одного правила, закона, который слагался миллионы лет. Мы являемся продуктом жизни на протяжении неисчисляемого количества лет. Мы здесь, потому что мы находим эту божественную искру где-то внутри нас, каждый новый, удивительный, прекрасный день, который мы проводим, это часть проявления Бога, который внутри нас. Любой шаг, к сожалению, закрывает Бога дальше, во тьму. Идивиды, которые не видят Бога и не знают, что с ним происходит, не смогут найти достоинства вообще. И достоинство – это испытание действительности. Оно вызывает в человеке обратиться ко всем его духовным ресурсам. Если он верит в мир, религию, которая позволяет ему хранить этот мир, если он верит в целостность, религия требует, чтобы он покидал их каждый день. Ну, конечно, иногда. Но в основном мы все еще можем сделать больше, чем мы уже сделали. И наша первая эмоция в жизни не должна быть критикой других людей или критикой каких-то обстоятельств, но благодарность за возможность учиться, привилегии быть здесь и иметь проблемы и возможность решить их. Проблема, привилегии и возможность ссоциации за этими всеми катастрофами и в итоге распознать, что божественная сила и бесконечная любовь управляют всеми вещами. Большинство критиков просто забывают то, что благородство – это и есть любовь. Они забывают то, что вещи, которые им не нравятся, являются практически доказательством божественной любви. Если Святой Дух не любил бы всех, и вся, он бы запрещал людям делать ошибки снова и снова и так до конца веков, пока они все просто не исчезнут. Он бы сделал невозможным все это зло, которое постоянно пытается, и вся самонадеянность и мелочность стала бы стандартом для всех отношений. Это неправда. Фактически, любовь, которая позволяет находить пути, исправлять ошибки, пока они становятся невозможными. Если ты начинаешь свой день или любую часть твоей жизни с каким-то негативным отношением на вещей, что-то типа цинизма, лучше всего быть тихим и попытаться сказать, где же здесь урок, где же есть правда в этой вещи, что же я тут могу сделать, чтобы быть уверенным, что моя вера намного сильнее, чем обстоятельства жизни. Как индивид может доказать сам для себя, что есть внутренние ресурсы, которые охраняют его, несмотря на все жизненные препятствия, и поднимают его в жизни. На самом деле нет таких обстоятельств, болезни, смерти. Это не крайняя необходимость, когда человек делает неправильное решение. Вот что крайне решение. Просто потому, что он забыл принципы, на которых жизнь должна строиться. Все вещи натуральны в наших обстоятельствах. Это не случайность, что мы становимся старыми. Это не случайность, что нам приходится сдаваться в некоторых случаях, в некоторых возможностях, в годах. Все присутствует тем, как мы становимся старше. Мы имеем право жить, учитывая длинную перспективу нашего опыта. Мы делаем такие решения, на которых у молодых просто нет силы для того, чтобы сделать. Но в любой части жизни, молодость, юность, все периоды, мы живем в шаблоне какой-то божественной цели. Если мы сможем зафиксировать эту идею в наших головах, мы не будем так брошены для всех наших переживаний и удивлений, которые обязательно наступят. Мы сегодня переживаем по поводу нашей экономики. Мы всегда будем. Так долго, как мы будем вести экономику. Так долго, как мы будем ценить доллар, мы будем находиться в золотом гробу, и мы будем постоянно в проблемах. Если мы делаем нашу жизнь зависимой от наших достижений и для других амбиций, то эти амбиции вызовут в нас недоверие, неумность, беспричинность, мы можем достигнуть наши амбиции, но в то же время заимеем какой-нибудь сердечный приступ. Потому что природа не хочет, чтобы это было в таком виде. Природа не хочет, чтобы индивидуи жили только лишь по амбициям своим. Она хочет, чтобы индивидуал имел меньше амбиций и больше вдохновлялся. Это намного лучше. Вдохновение значит становиться чем-то больше. Амбиции значит больше унижений. И чем больше мы становимся независимыми от истребления, тем меньше мы встречаем непреодолимых обстоятельств в жизни. Также существуют персоны, которые не могут жить, или некоторые верят, что они счастливы, а они не доминируют над кем-то еще. Каждый, над кем мы доминируем, мы должны принять последовательность наших доминаций над ними. Мы должны понять, что вред, который мы берем от других людей, пытаясь проезжать их жизнь за них, это особенно правильно для... Если бы мы пытались жить их жизнями, просто требуя, чтобы они приняли наши ошибки. Чуть-чуть по чуть-чуть мы научимся понимать все эти принципы. Они начнут осознавать умом осмысленные отношения. и отношения, из-за которых мы здесь, чтобы становиться больше и больше осведомленными о бесконечном благе, в котором мы существуем. Добро, которое мы насыщаем или не насыщаем нас самих. Добро, которое мы пытаемся, чтобы случилось из-за того факта, что наших личных амбиций и претензий. Того момента, как индивид будет жить как суровый индивид, он таким же суровым и закончит свою жизнь. Нет другого пути. С того момента, как мы ставим карьеру превыше всего и рассматриваем успех в условиях монополистичных достижений, мы нарушаем правила. И если мы нарушаем эти правила, то правила потом нарушают нас. Нет пути, когда мы сделали бы что-то правильно и у нас не получилось. Нет пути, где бы мы сделали что-то неправильно и у нас все получилось. В эти обстоятельства 20-го столетия автоматически вещи, которые должны случиться, случаются. И эта башня Библии, которую мы построили, должна пасть. Это просто значит, что индивид будет поставлен в богатую историю реконструкции мира, который он сам разрушил либо опустошил из-за своих ошибочных отношений и позиций. Предположим, вы алкоголик со стажем 20 лет, и вдруг вы решили прекратить это. Теперь же вам понадобится достаточно много сил, чтобы сделать это. Также придется перенести значительные личные страдания. Иногда даже кому-то придется лечь в госпиталь, чтобы избавиться от давления этой деструктивной привычки. Можно сказать, что целый мир сейчас алкоголик. Это может быть более буквально, чем вы можете подумать, потому что алкоголизм сейчас покрывает почти всю поверхность земли. Также алкоголизм является символом особого типа жизни. Это формирующая привычка, символ человеческого эгоизма. Это часть большого шаблона, в котором, что бы мы ни делали, что бы о чем мы ни думали, все бы мы ни для чего бы ни жили, доминируется каким-то большим личным интересом. И это доминируется не каким-то большим законом, что мы должны сделать, законом того, что мы хотим сделать, делаем даже независимо от последствий. Единственная некомфортная часть в этом это последствия. Но они здесь, и они всегда здесь будут, и никто никогда не сможет избавиться от них. Итак, если мы находимся в какой-то плохой привычке, если целый наш мир делает что-то под тысячами лет неправильно, когда в этот момент не изменится что-то, что это все было неправильно. Нет ни одного возможного пути, по которому мы выработали бы столько пороков, чтобы хотя бы один из них или все приносили добродетель. Все проблемы остаются такими же. Ничего не меняется. Неважно, какие законодательства придут, какие правила мы сделаем, сколько наших современников сделают одни и те же ошибки, ошибка будет оставаться ошибкой до бесконечности. Она никогда не поменяется. Единственный способ преодолеть эти ошибки это исправлять их. Но в этом плане вещей мы можем немного расслабиться, я думаю. Мы можем жить с этого дня к огню, пытаясь стать теми, кем мы должны быть. Любезно, хорошо осведомленно, гуманистичная персона с этим большим натуральным эффектом на других, с каким только возможно, для тех, кто знает очень мало о других людях. Но для любезности, и совместной работы, для постоянного поиска чего-то того, что всегда лучше, и осознают, что счастливая жизнь посвящена лишь для улучшения, обслуживания и не посвящена для истребления. И, исходя из таких вещей, мы можем сгладить наши беспокойства, страхи, все эти ненависти, все эти борьбы, которым люди тысячами приходят в поисках помощи на таких мысленных позициях и всякого типа лекаря, просто из-за того, что они не могут жить сами с собой. Они позволили своим собственным чувствам сделать так, чтобы они чувствовали себя плохо, что они на обочине своего психологического расстройства. И ничто не может помочь этим людям, кроме как их собственный ум. если они смогут изменить свое восприятие и как они думают, они могут быть настолько счастливыми, насколько сейчас они несчастны. Они могут быть намного умнее, потому что они узнают, что ценой их несчастья являются их собственные ошибки. Они прекратят делать ошибки и будут счастливы. Может быть, не счастливы в таком плане, как не в плане чувств, возможности пойти и потратить удачу или какие-то средства, но счастливы в спокойных и тихих отношениях с самим собой. И счастье в том, что счастье нормального человека, несмотря на его экономическое положение, счастье идет от хорошей работы, быть занятым, делать свою часть мирового труда, делать честно, оценивая то, за что нам платят, и делать все наиближающее к тому, что мы можем, делать то, чтобы мы думали, что Бог хочет, чтобы мы делали. Мы будем пытаться сохранять не только законы человека, но законы, стоящие за законами, изначальные законы, которые никогда не поменяются. И делая это, я думаю, мы сможем обнаружить некоторое количество силы, или что бы там ни случилось. То, о чем мы не с видом или иным, мы никогда не сможем спланировать точно. Но если убрать все то, что мы знаем на сегодняшний день, на самом деле мы ничего не теряем, потому что фактически один момент, и сердце останавливается, и нас больше нет. Поэтому ничто из материальной и природы не имеет значения. Поэтому терять сейчас или во время смерти не имеет особого значения. Но что составляет действительную разницу, это то, пока мы живем, мы можем использовать вещи, мы можем обладать или не обладать ими. И несмотря наше материальное положение, он платит за принципы, от которых зависит мировое выживание. И всегда, следовательно, немного используется намного проще просто доказать, что мы хорошие крестьяне, что мы хорошие религиозные люди, и что мы благочестимы в наших посвящениях, живя свою тихую жизнь и распространяя вокруг нас только уверенность, что кого бы мы не встретили на своем пути, мы не будем распространять негативное мышление, но поощрим его как только можем, чтобы найти правду за его действиями. У нас может не получиться, но по крайней мере мы не сделаем им каких-то проблем, прибавляя какого-то негативного мышления к их мышлению. И если они захотят остаться только с негативным мышлением, этого достаточно, но если они захотят чего-то от нас, то это будет стоить того. Так лучшее, что мы можем сделать, это всегда пробовать, чтобы быть мирным и конструктивным, находить что-то хорошее в вещах, какие они есть, и найти урок, которому это нас учит. Находить путь наивысшего существования, на который он отреагирует. И все это сводится к очень простой факту, чем больше мы потакаем эго, тем больше оно будет. Но чем больше мы потакаем душе, которая лежит в нас, которая является Богом в нас, тем больше мы будем находить этот мир и счастье, реализации и финальную личную настройку, плана, частью которого мы являемся. Мы найдем все посредством этого мира, все посредством смирения, и мы не найдем ничего в проблемах. Ну, ребята, я думаю, это все.